В пятницу в России отмечали День Семьи, Любви и Верности. В поселке Малышево в этот день устроили праздник для всех жителей. Для православных христиан это день покровителей брака, святых Петра и Февронии. А для приверженцев других конфессий и религий Всероссийский День Семьи, Любви и Верности. Ведь инициатива создания такого праздника была поддержана всеми традиционными религиозными организациями. Этот сравнительно молодой праздник особенно широко отмечается в Малышевском городском округе. Вот уже четвертый год на площади перед Дворцом культуры Русь проходят массовые праздничные мероприятия для всех жителей. Почетным гостем праздника стал Валерий Юстус, председатель профсоюза строителей Свердловской области. О том, что в поселке Малышево в этот день будут проходить праздничные мероприятия, он узнал из социальных сетей. Из социальных сетей узнал, что на одной из наших территорий, это именно Малышевский городской округ, проводится замечательный праздник, мероприятие, посвященное празднику, который совсем молодой в России. Это праздник семьи, любви и верности. Я вместе с супругой приехал сюда, решил посмотреть, как малышевцы отмечают этот праздник. Перед началом праздничной программы Валерий Юстус успел побывать на выставке работ известного художника Сергея Парфюнюка. Честно говоря, я увидел здесь еще и выставку человека с мировым именем, жителя Малышевского городского округа Сергея Парфюнюка. Поэтому, не являясь знатоком, тем не менее, я посмотрел вот эти произведения. И, честно говоря, это тоже откладывает отпечаток, отпечаток добра, тепла, какого-то настроения летнего. Традицию отмечать День семьи, любви и верности массовыми праздничными мероприятиями в поселке поддерживает уже несколько лет. Традиционно мы уже проводим четвертый год. В этом году с погодой нам повезло. Праздник очень важен для всех нас, для любого россиянина, кто живет в нашей великой и могучей России. Конечно, семья, это была, если будет, это основа нашего государства. Потому что семья – это, как говорится, маленькая церковь, где есть, на первом плане, почет, уважение, любовь и взаимопонимание. Накануне праздника в поселке прошел семейный конкурс с декоративно-прикладным творчеством, вдохновленный любимыми детскими мультфильмами. Судьями конкурса стали посетители выставки. Конкурс был объявлен в конце мая. Объявили мы его в средствах массовой информации в местных, в детских садах, в школах. Люди узнали оттуда. Две недели назад у нас открылась выставка, которую мог посетить любой желающий. Каждый посетитель стал членом жюри этого конкурса. То есть смог отдать свой голос за наиболее понравившуюся ему работу. Таким образом, мы выбрали пять победителей этого конкурса. Больше всего голосов собрал соломенный бычок – творение семьи Михайловых. Выставка лучших семейных работ разместилась на площади перед Дворцом культуры Русь и пользовалась особой популярностью у малышей, которые без труда узнавали любимых персонажей. А на самой площади в это время разворачивалась праздничная концертная программа. Жители поселка поздравил с праздником глава Малышевского городского округа Валерий Хомутов. С праздником здоровья, благополучия, долгих лет жизни. Пусть наши детишки нас радуют, пусть наши ветераны нас понимают, что мы их любим, уважаем и чтим. О нашем поселке процветание. В ходе праздничной программы Валерий Юстус поздравил жителей поселка с Днем семьи, любви и верности. Есть сегодня замечательный праздник 8 июля, но вообще все 365 дней надо беречь друг друга, надо благодарить друг друга, оберегать и в этом наше счастье. Поэтому всех с праздником, хорошего сегодня настроения. Я скажу, вот на территории, будем говорить, близлежащей Малышевский городской округ, это единственная площадка, где этот праздник вот так отмечается. Несмотря на то, что летом малышевцы предпочитают после работы выбраться на природу, на дачные участки, на площади собралось немало жителей поселка. В основном это были семьи с детьми. Среди выступающих тоже были детские коллективы. В этот день на площади честовали самые крепкие многолетние супружеские союзы поселка, отметившие свой золотой юбилей, и приглашали их поделиться секретами семейного счастья. Семья – это моя крепость, и что бы ни случилось за ее границами, она всегда будет стоять. Это продолжение тех семей, которые были до нас, у наших предков, которые заложили традиции, которые напутствовали нас, что мы должны продолжать род, воспитывать своих детей в лучших традициях. Поэтому, когда создавалась семья, в первую очередь вот эти приоритеты и были. Скажу в двух словах – взаимоуважение и компромисс, постоянный. От организаторов праздника юбиляры получили в подарок пироги, которые в народе называются дружной семейкой. Поскольку концертная программа была рассчитана на то, чтобы участие в мероприятии смог принять и старый млад, праздник получился по-настоящему семейным. В общем-то, ради чего мы живем? Ради близких, ради детей. Я думаю, что вот именно такие положительные имиджевые праздники, они как раз и объединяют людей, объединяют всех нас россиян, ну и дают самое замечательное – это возможность быть рядом с близкими. Судя по тому, как много жителей поселка Малышево пришло в этот вечер на площадь перед Дворцом культуры Русь, можно сказать, что День семьи, любви и верности стал здесь одним из любимых праздников. Татьяна Мельникова, Чимофей Хлебников, Новости АТВ.